Господин с кошкой. Рассказы. Последнее танго в Бадене. Господин с кошкой. На террасе отеля появилось новое лицо. Господин с кошкой. Он сидел один за столиком, пил кофе и читал местную газету. Кошка сидела на стуле напротив. — Кис-кис-кис! — позвала Анна Сергеевна и протянула ей кусочек цыпленка. Кошка с мягким дроботом спрыгнула со стула на дощатый пол и подбежала к ней. Съела угощение, стала тереться об ноги. Анна Сергеевна погладила ее. — Осторожно, — сказал господин. — Вдруг у нее блохи. — Разве это не ваше? — удивилась Анна Сергеевна. — Нет, просто привязалась, — сказал господин. — А так преданно сидит рядом, — засмеялась Анна Сергеевна. — Меня любят кошки, — сказал господин. — А вы откуда? — Здешняя, — сказала Анна Сергеевна. — Вам здесь не скучно? — Ох, эти русские! Сидят в своем Урюпинске, им весело, а приедут в Баден-Баден, так сразу им скучно. В разговоре выяснилось, что русский господин, его звали Дмитрием Дмитриевичем, был адвокатом из Москвы, а Анна Сергеевна — женою местного гостиничного магната, то ли совладельца, то ли топ-менеджера здешних курортов. — Не знаю точно, чем он занимается, но он плебей, — сказала Анна. — Здесь скучно, вы правы. Поехали кататься, вон моя машина. Только зайдите за угол и пройдите шагов сто. И не забудьте заплатить за кофе. — Чтобы ваш плебей не остался без выручки? — рискованно пошутил он. Она стала приезжать к нему в Москву раз в два-три месяца, якобы по делам своей фирмы. Муж даже не проверял, есть ли у нее фирма в России. Останавливалась в Мариотте на Тверской, посылала ему СМС-ку, и он являлся тем же вечером. Однажды она прождала его два дня. Сначала злилась, потом волновалась, потом снова разозлилась и уже собралась уезжать, но тут он ввалился, усталый и запыленный. — Я был в Ростове, — сказал он. Даже домой не заехал. — Отдохни, прими душ, — сказала она, — а я сбегаю и куплю тебе новое белье и сорочку. — Подожди, — сказал Дмитрий Дмитриевич, — дай на тебя наглядеться. Они сели в кресло и посмотрели друг на друга, радостно улыбаясь. Она думала, что этот обыкновенный пожилой господин в прошлогоднем костюме, с сидеющим редким ежиком, самый дорогой человек в ее жизни, и что это и есть счастье. А он просто любовался ею. Зазвонил ее мобильник. Она ответила по-немецки. Потом ушла в другую комнату. Куда-то звонила сама. Вернулась насупленная. — Катался на лыжах, разбился. — Сейчас в реанимации, — сказала она. — Самолет в восемь. У нас есть еще часа три. И снялась витер через голову. Потом он получил СМС. — Фон Дидерец умер. Позвоню через сорок дней. Через три недели после похорон мужа она познакомилась с аргентинским актером и улетела с ним в Буэнос-Айрес. Что слава? Яркая заплата. Хвала и слава. Хвала и слава. И всегда в центре любой компании. И вот однажды Николаев оказался в этом городке. Позвонил Проталову. Они решили пойти пообедать. Поговорили, поели очень вкусно. Белого вина попили. Десерт, кофе, рюмочка ликера. Проталов взмахнул рукой. Счёт. Официант принёс картонную книжечку. Николаев на всякий случай потянулся за бумажником. — Брось ты что, — сказал Проталов и продолжил разговор. — Прошло минут пятнадцать. — Что-нибудь ещё желаете? — подошёл официант. — Нет, не надо, — сухо сказал Проталов по-ихнему, вглядываясь в глубину зала. Официант заулыбался и стал менять пепельницу. — Житья нет, — заорал Проталов по-русски. — Что за манера, как топтун какой-то, ей-богу, вокруг бегает? Официант шарахнулся в сторону и исчез. — Нам не пора? — спросил Николаев. — Сейчас пойдём, сейчас. Проталов заглянул в счёт. — Давай пополам, — сказал Николаев. — Нет уж, — зло сказал Проталов. — Ты мой гость. — Эй! — крикнул он официанту и дал ему кредитную карточку. — Давай чаевы из меня, — сказал Николаев. — Ещё чего, — сказал Проталов. — Не заработали эти козлы чаевых. Расписался в квитанции, взял чек, спрятал карточку в бумажник. Они уже шли по улице, как вдруг рядом остановилась машина. Выскочил человек и распростёр объятия. — О, здравствуйте, — заговорил он по-русски. — Ведь вы — писатель Проталов. — Может быть, зайдёте в мой ресторан? Для нас большая честь принимать таких гостей. Вот буквально два шага. — Спасибо, — ехидно сказал Проталов. — Мы уже у вас пообедали. — Я буквально на полчаса отъехал, — смутился тот. — Извини. — Всё, всё, ладно, — буркнул Проталов, отвернулся, потянул Николаева за рукав. Но ресторатор, наверное, тоже обиделся. — Господин Проталов, — он нагнал их, — я вам должен двести евро. Вот, возьмите. Проталов выдернул у него бумажку, сунул в карман и пошёл дальше. Он понял, что Николаев всё понял. И что Николаев понял, что он понял, что Николаев понял, что все всё поняли. И поэтому он молчал некоторое время, а потом сказал. — Ладно, старик, забыли. — Забыли, — сказал Николаев, обнимая его за плечо. — Уже забыли, старик. О непостижимой эффективности математики. Сталин и Старджан. Закон Старджана, радикальное следствие из закона Парето, гласит, 90% чего угодно — полное дерьмо. За 10 лет до того, как Теодор Старджан этот закон сформулировал, Иосиф Сталин попробовал его опровергнуть. В истории случаются такие диалектические парадоксы. Например, народная песня о том, как Иван Грозный своего сына убил, появилась задолго до события, изображённого на одноимённой картине художника Репина. Но я отвлёкся. Итак. Летом 1948 года Политбюро ЦК ВКПБ приняло постановление о сокращении количества выпускаемых кинофильмов. Идея была проста. Сталин спросил, «А сколько из ста снятых фильмов получается хороших?» Ему сказали, «Примерно десять». «А почему бы нам не снять десять фильмов?» — подумал он. «Но чтобы они были все как один отличные. Чтоб бросить на них все силы. Чтоб даже в эпизодах играли самые звёзды. Чтоб лучшие операторы, лучшие художники, лучшие осветители и монтажёры, не говоря уже о композиторах. В общем, наладить производство шедевров. Сказано, сделано. Правда, до этого в СССР выпускали фильмов сильно меньше ста в год. Но неважно. Вот, в сорок седьмом году выпустили двадцать семь фильмов. Из них приличных четыре. «Весна», «Золушка», «Подвиг разведчика» и «Поезд идёт на восток». Политбюро решило, в сорок восьмом году выпустим четырнадцать, сократим балласт. Приличных оказалось всего два. «Первоклассница» и «Молодая гвардия». В сорок девятом выпустили пятнадцать, приличных один, «Кубанские казаки». Хотя, конечно, на самом деле полное неприличие. Но не считать же приличным фильмом «Падение Берлина», хотя все актёры самые знаменитые, а музыку писал лучший композитор века. В пятидесятом году двенадцать фильмов, ни одного достойного упоминания. В пятьдесят первом году десять, можно вспомнить два. «Украденное счастье» с «Бучмой и Ужвий» и «Учитель танцев» с «Зельдиным». Но оба фильма — заснятые театральные спектакли. Все остальные фильмы этого периода — либо военно-патриотическая фальшь, либо помпезные биографические картины, либо нечто национальное по форме, социалистическое по содержанию, но тоже про колхоз. Такие дела. Меня лично более всего трогает чуткое руководство Политбюро и лично товарища Сталина. Но Старджан — это вам не Эйзенштейн и даже не Вану Мурадель. На Старджана где сядешь, там и слезешь. Девяносто процентов чего угодно — полное дерьмо. «Дар случайный, жизнь зачем ты?» Марк Лазаревич и судьба В 1971 году я был в Ереване на Всесоюзной научной студенческой конференции. Отличная была поездка в чудесной компании, но я не о том. В Ереванском педагогическом институте в это время заведовал кафедрой романа германских языков некий Марк Лазаревич Леви. И он вполне мог сидеть в первом ряду на пленарном заседании на торжественном открытии конференции. Там вообще было много профессоров и доцентов, и они очень благожелательно общались со студентами-докладчиками. Так что я, в принципе, мог видеть этого человека и даже мог с ним поздороваться. И на его вопрос «А вы, молодой человек, откуда прибыли?» Чисто теоретически я мог ответить «Я из Москвы, из Филфака, с классического отделения». В принципе, подчеркиваю, однако с сильно ненулевой вероятностью, потому что он жил и работал там, и я туда приехал на неделю. Эта мысль уже много лет наполняет меня чем-то похожим на мистический восторг. Потому что, как доказали кропотливые библиографы, именно Марк Лазаревич Леви – это и есть загадочный М. Агеев, который написал и опубликовал в 1934 году в Париже «Роман с кокаином» – одну из лучших русских книг столетия, на мой вкус. Никто не знал, кто этот человек и куда он делся. Грешили на Набокова. Однако потом выяснилось, что это Марк Лазаревич Леви, из купцов. Родился в 1898 году, в эмиграции с 20-х, вернулся в СССР после войны, от литературы отошел, заведовал кафедрой в Ереване, где и умер, в 1973 году. Но я опять же не о том. Марк Лазаревич очень правильно распорядился. Написал блистательный роман под псевдонимом. Потом, возможно, попробовал еще. Наверное, не получилось. Или получилось, но не так. Ну и все. Забыли. Проехали. Не надо натужно подтверждать свое присутствие в литературе. И тем более не надо цепляться за свой одинокий шедевр, раскрывать псевдоним и требовать восхищения. Хотя книга восхитительная. И поступок тоже. Тщетны были бы все усилия дитя свободы. Он обычно не звонил домой, когда уезжал. В звонках был какой-то контроль, и она могла это почувствовать. А иногда ему казалось, что это будет какая-то навязчивая нежность. Тоже лишняя. Тем более, что он уезжал хоть и часто, но ненадолго. Дня на три-четыре. Но в этот раз решил позвонить. Уселся в кресло, вытянул ноги в гостиничных махровых тапочках, поставил телефон на колени, набрал номер. Она сразу сняла трубку, просто моментально. «Привет!» – сказала она. «Как хорошо, что ты позвонил». «Привет!» – сказал он. «Как ты?» «Всё хорошо, спасибо!» – сказала она. «Правда, хорошо, что ты позвонил». «Вот видишь, – сказал он, – у меня тоже всё неплохо. Завтра буду. Нет, в самом деле хорошо, что ты позвонил». В третий раз повторила она. «Мне надо с тобой поговорить». «Хорошо», – сказал он. «Давай. Я тебе всегда говорила правду, что у меня никакого опыта в жизни не было, и что ты самый главный человек в моей жизни. — Я тебе говорила, помнишь? — Помню. — Я тебе правду говорила, — строго сказала она. — Хорошо, — сказал. — Понятно. — Что тебе понятно? — вдруг закричала она. — Все понятно, — сказал. — Пока. — Подожди, подожди, — быстро заговорила она. — Не бросай трубку. Мы же доверяли друг другу. Я хочу, чтобы ты понял. Я думала, что ты самый-самый на этом свете. Самый красивый, сильный, умный, добрый. Вот. И ты всегда был такой по сравнению со всеми. А теперь есть другой человек. Он мне гораздо больше нравится. — Ты влюбилась? — спросил он. — То есть полюбила? — я хотел сказать. — Погоди, — снова закричала она. — Он красивее тебя. Такой рослый, загорелый. Он сильно больше зарабатывает. Притом у него много свободного времени. У него вообще свободный график. И машина классная, очень внимательная и добрая. И гораздо образованнее, чем ты. Четыре языка знает, честно. — Я верю, — сказал. — Я верю, конечно же. То есть он лучше меня. — Что-что? — не расслышала она. — Он лучше меня. — Что значит лучше? — переспросила она. — Ничего, ничего. Спасибо. — он бросил трубку. На завтра, когда он ехал из аэропорта домой, на мобильник позвонил сосед и сказал, что у него из-под двери идёт дым. Он попросил таксиста ехать быстрее. Но всё равно не успел. Квартира выгорела почти вся. Она сгорела тоже. Перегорела сама и дом сожгла. Он отверткой расковырял её грудь. Вытащил почерневший движок. Титановые рёбра рассыпались по обугленному полу. Голова отлетела и раскололась на сто частей. Он подобрал фарфоровые зубки, вытер их платком от сажи, спрятал в нагрудный карман и заплакал. Станиславский клаб. Экстра-класс, двойной тариф. Худенький паренёк взял деньги, смял, сунул в карман, сказал, что через полчаса и убежал. Скрылся за углом коридора. Через двадцать восемь минут он отпер дверь номера. Ещё через две минуты в дверь тихо постучали. «Открыто!» — крикнул он и шагнул ей навстречу. Она была действительно экстра-класс. Паренёк не обманул. Она взглянула на него прозрачными синими глазами и сразу обняла его. Приникла животом, бёдрами, грудью, щекой. Обдала горячим дыханием, в котором смешалось вчерашнее вино, сегодняшняя рюмка коньяку и мятные таблетки. «Погоди!» — он отстранил её. «Сумку поставь!» Он запер дверь и сел на стул. Она осталась стоять на ковре под люстрой. Помолчали. «Ну, иди в душ!» — сказал он. «У нас на этаже номер, мы перед вызовом моемся обязательно!» — сказала она. «Хотите стриптиз? Или сами разденете?» «Нет, конечно, я могу в душ, если хотите. Как выходить? Простынкой или голенькой?» «А хотите, давайте вместе в душ!» «Помолчи!» — сказал он. «Пока хочу, чтобы было тихо. Прошло ещё минут пять или десять. Она стояла неподвижно на огромных шпильках. «Туфли сними!» — сказал он. «Устала так стоять. Как тебя зовут?» «Тася!» — удобно, — засмеялся он. «Тася — это Таня, Настя, Наташа, Тамара. А вам как больше нравится!» — улыбнулась она, скинула туфли, подошла к нему, провела пальцем по его шее и груди. «Вы как хотите, м-м-м-м!» — стоя где стояла, — сказал он. «Меня можно немножко побить, если вам нужно, — вдруг сказала она, — отшлёпать по попке». «Не нужно!» — сказал он. «Лучше расскажи про себя». «Вообще это неправильно в душу лезть!» — сказала она. «А что тут расскажешь, с другой стороны?» Студентка медучилища участвовала в конкурсе «Мисс Область». «Пошла в десятку. Первое место назначено, второе куплено. Хочешь бронзовую медаль? Сделай людям приятное. Ну и вот». «Медаль-то дали?» «Кинули!» — легко вздохнула она. «Жалко, училище пришлось бросить». «Ну-ну!» — сказал он. «Типовое враньё — это твоя история. Просто тебе лень учиться и лень работать. Хочешь всё даром. За красоту!» «Но что есть красота и почему её обожествляют люди?» «Что?» — спросила она. «Так», — сказала он. «Навеяла. Прошло ещё минут пять». «А вы вообще что хотите?» — спросила она. «Чтобы ты обиделась!» — вдруг закричал он. «На жизнь, на судьбу, на меня, что я тут над тобой изгаляюсь, а потом буду трахать, как захочу. Да и на себя тоже, на свою блядскую покорность». «А что вы про меня знаете?» — закричала она в ответ и взмахнула рукой, словно желая дать ему пощёчину. «Что вы про мою жизнь знаете? Я ведь человек, понял ты? Меня мама любила, как тебя, и сильнее даже. Но умерла она, папа, ещё раньше. Жениха в Чечне убили. Вот ты сейчас меня трахать будешь, а у меня живот болит. Знаешь как? К онкологу идти боюсь, и всё равно денег нет. Слёзы брызнули у неё из глаз. Она бросилась на диван, свернулась клубочком и задрожала в рыданиях. Короткая юбка сильно задралась, и голые бёдра над чёрными чулками засияли беспомощно. Жалобно, страшно. Он опустился на корточки перед диваном. Помешков прикоснулся к её плечу. Она приподняла голову, поглядела на него синими прозрачными, совершенно сухими глазами, и негромко спросила. «Так нормально? Возбуждает?» Много ли человеку земли нужно? Пространство и время. У неё схватило живот, пардон, в гостях. Ну, бывает. Ну, извините. Она зашла в туалет, заперла дверь, подняла платье, стянула трусы, уселась на унитаз. Она точно заперла дверь. С ней никогда такого не было, чтобы она забыла запереться в квартире. Даже дома, когда никого в квартире не было, она всё равно запиралась. Но дверь раскрылась и вломился сильно пьяный мужчина. Она завизжала, а он заорал, «Отвернитесь! Глаза закройте!» И принялся мочиться в раковину. Она привстала, протянула руку, захлопнула распахнувшуюся дверь и зажмурилась. «Ух!» «Сказал он, открыв кран и пустив в воду. «Простите! Честное слово, я бы просто описался. Спасибо! Извините!» Вдруг стены шатнуло и что-то глухо двинулось в коридоре. Он толкнул дверь. Дверь не поддалась. Он повертел ручку, навалился плечом, ударил кулаком, никакого толка. Как будто бетоном припёрло. Из коридора раздался крик. Снова какой-то стук. Потом всё стихло. Погас свет. «Что это?» Беспомощно спросила она. «Не знаю», — сказал он. «Мобильник в пиджаке, чёрт!» «А у меня в сумочке», — сказала она. Живот у неё заболел ещё сильнее. Она уже не могла сдерживаться. «Простите», — сказала она через полминуты. «Я не могу нашарить кнопку, в воду спустить». «Кажется, вот», — сказал он. Их пальцы встретились. Он нажал на рычаг. «Вода загрохотала. Сейчас я вас пущу к раковине. Вымойтесь и пустите меня к унитазу». Он совсем протрезвел. «Надо, что называется, впрок, пока вода есть. А вы громко поете, чтобы не слышать все эти дела. Петь умеете?» «Ерунда», — сказала она. «Не стесняйтесь. Вы не заметили? Здесь есть освежитель». Он достал из кармана зажигалку, оторвал кусок туалетной бумаги, зажёг. «Меня бабушка учила. Навонял в сортире? Сожги бумажку». Язычок жёлтого пламени высветил их лица. Потом снова стало темно. «Надо набрать воды», — сказала он. «Только вот куда?» Она открыла кран. Кран засипел. «Всё», — сказала она. Он сел на пол. Мягко обнял её, притянул к себе. Она села рядом. Было неудобно. «Нам надо заснуть», — сказала он. «Мы пьяны. Мы одни. Мы скоро умрём. Спите». «Помогите!» — вдруг закричала она. «Глупо», — сказал он, роняя голову ей на грудь. «Я уже сплю. Мамочка, покачай меня. Сыночек, ты меня не лапай». Она засмеялась, а потом всхлипнула и обняла его. Через 26 часов их вытащили спасатели. Это было частичное обрушение перекрытий на трёх этажах. Они уцелели чудом. Прощаясь, они сначала обнялись. Потом пожали друг другу руки. Потом помахали сжатыми кулаками. Потом просто покивали. И пошли в разные стороны. Правда, совсем потом, через много-много лет, они случайно встретились в эмиграции, в Германии, в доме престарелых. Доживали жизнь, осторожно заботясь друг о друге и, выходя вместе в парк, покормить птичек. Миролюбивая внешняя политика. Лена и дальневосточный фланг. У меня был друг. У него день рождения был 20 марта. Я к нему всегда ходил. У него всегда довольно много народу собиралось. А в тот раз должна была прийти одна прекрасная девочка. Лена её звали. Мне очень надо было с ней встретиться. Просто позарез. Конечно. Я мог ей просто позвонить, постоять с ней у памятника Маяковскому или пройтись по Тверскому бульвару. Но я хотел встретиться с ней не специально, а вот эдак, средь шумного бала, случайно, что-то ей объяснить, что-то у неё выяснить, в общем, расставить кое-какие точки над некоторыми «и». Поэтому я ждал этого дня. Заранее обдумал, что надену. Меня родители вообще-то не очень баловали красивыми вещицами, но для данного дня у меня был почти новый вельветовый пиджак и очень красивый галстук и рубашка с запонками, папинами, но зато янтарными. И мне как раз купили новые туфли, я бережно их носил, чтобы не сбить носы. В общем, жил предвкушением. Гран-суаре, рандеву фаталь. И вдруг бабах! Провокация на острове Даманский, грозные статьи в «Правде» и «Красной звезде», начиная с 4 марта. Радио тоже добавляет. Просто войной запахло. Все люди про это кругом говорят прямо на улицах, в троллейбусах, отовсюду слышно. Китайцы прут, 700 миллионов китайцев. Но потом все затихло довольно скоро. Я успокоился. Даже купил пачку папирос герцеговина «Флор». 70 копеек, нефиг собачий. Специально, чтобы в гостях курить, при ней. Она всегда замечала, что я курю именно папиросы. По-моему, ей это нравилось. И вдруг 15 марта снова китайцы прут, наши отбиваются. Вот, черт, если война, то какой уж тут день рождения приятеля, какая уж тут лена и серьезный разговор под маской светской беседы. Я совершенно серьезно боялся, что война с Китаем перечеркнет мои планы. Что делать? Как следует шарахнуть, чтобы не повадно было? Нет, нет, тогда они в ответ шарахнуты. Война уж точно начнется. Нужны усилия дипломатов. Ну, дипломаты, шепотом умолял я. Сделайте же что-нибудь. Берегите мир во всем мире. А если без войны никак нельзя, то недельки через полторы, а? Остров Даманский, в конце концов, отдали китайцам. А что стало с Леной, я не знаю. После той встречи я ее ни разу не видел и не звонил. Судьба человеческая и судьба народная у высоких берегов Амура. Приснился ужасный сон. Продолжение рассказа Чехова в Овраге. Помните? Это там, где был старик Цибукин, его сын Анисим женился на бессловесной липе, у них родился мальчик Никифор, потом Анисима арестовали, старик Цибукин переписал землю на внука, и вторая невестка Аксинья обварила дитя кипятком. Потом были поминки, и та же Аксинья сидела за столом в новом шелковом платье. А поп сказал, не рыдайте о младенце, ибо таковых есть царствие небесное. А попадья таскала угощения на тарелке своим детям, а потом липу выгнали из дому. Вот это страшный рассказ Чехова. Мне же приснилось, что липа взяла гробик со своим младенцем и пошла странницей, питаясь подаянием. Гробик становился все легче, дитя усыхало внутри. Потом липа попала в избу к двум ссыльным социал-демократкам, эздечкам, соседи называли их издечки, которые в дальней деревне из свежих и бодрых барышень превратились в бесполые заезженные создания, среднее между конем и человеком. И они спали в одной кровати, но не как мужик с бабой, а как два рабочих существа. Они спросили у липы, что у него в коробе. Она открыла и показала высохшего младенчика Никифора. А издечки вдруг стали говорить длинные слова о язычестве русского человека и о народе богоносца. Липе стало непонятно, она забрала гробик и ушла. А на горе над рекой сидели мужики, и хотя липа была с некрасивыми руками-клешнями от мытья полов и черным от слез и голода лицом, они все равно увидели, что эта молодая, крепкая еще женщина повалили на землю и стали ею тешиться. А гроб с младенцем выбросили в реку, которая катилась под горой, серебряно сияя навстречу восточному солнцу. Изморенная насильной утехой липа встала, и незамечаемая мужиками сбежала вниз и поплыла по реке, но, не догнав гробика, скоро остыла, закоченела и утонула. Утонул и иссохший младенчик Никифор. Зверь, огромный русский зверь, отряхнул со своей спины две ненужные пылинки, две незаметные соринки, липу и Никифора, и медленно побрел на восток, туда, где его ждал другой зверь, золотистый и зубастый, огромнее в десять раз. Ждал, чтобы загрызть и съесть вместе со всеми его кишками и костями, со шкурой, со всей вошью, которая водилась в его шерсти. Дом ли то мой синеет вдали? Без ответа. Доктор Эбби Бэнкс, руководитель социальной службы Urban Resources в Вашингтоне говорил мне, что 90% бездомных сумасшедшие в простом медицинском смысле. Ему виднее. Да и в самом деле, наверное, так оно и есть. Поглядеть только, как они катят свои тележки, набитые черти чем, сломанными кофемолками и детскими игрушками, например, и коробочками обязательно. Бомжи, наши и заокеанские, любят коробочки. У обычного человека есть дом. Улитка тащит свой домик на себе, а у бомжа зато коробочка, маленькое замкнутое пространство, в котором он хозяин. Свой дом, то есть. Помню, как один такой бездомный устраивался спать около метро в Фаррагут-Вест, расставлял свои коробочки, ложился на матрас, прикрывался пледом, пристраивался под фонарем, чтобы было светло, а для вязчего домашнего уюта ставил рядом кособокую настольную лампу с желтым абажором и большой кремовый телефон. Разворачивал газету и ублаготворенно читал. Потом откладывал газету, делал вид, что гасит лампу и поворачивался на бок. Жалко, конечно, но так, вообще, в целом, потому что этот старик был доволен собой, своей жизнью, спальней и газетой. «Они почти все такие, довольные. Сумасшедшие ведь!» Доктор Бэнкс говорит. «Живут в своем мире и не желают ничего менять, несмотря на все усилия доктора Бэнкса и его сотрудников». А еще я видела одну старуху. Она была худая и смуглая. Она за собой тащила коляску, набитую свернутыми одеялами, куклами и старыми ботинками. У нее было горестное лицо. Она жестикулировала и бормотала. Поравнявшись со мной, она сказала, «And I couldn't answer!» и растерянно улыбнулась, будто ища сочувствие. Я вежливо кивнул. Она махнула рукой и пошла дальше, продолжая вскрикивать, «I couldn't answer!» Кому и когда она не смогла ответить? Когда увольнялись с работы? Когда выселяли из дома? Когда ссорилась с детьми? Не смогла, не нашла слов точных, резких и властных, или наоборот, убедительных и нежных. Не смогла возразить, а спорить. Постоять за себя, уговорить, упросить, умолить. Растерялась, испугалась, промолчала. А вот смогла бы ответить. Все было бы по-другому. Или не было бы. Кто знает. Но все равно. Мадаму Телло Анского района. Тщетная предосторожность. Галина Сергеевна вышла замуж за красивого мужчину сильно моложе себя. Ей было 43, а ему 27. Она, кстати, тоже была красивая, стройная, гладкая, хорошо одета. Богатая, кстати, и со связями, потому что работала директором гастронома в районном городе Н. Дело было в 70-х, и директор гастронома в райцентре был просто главный человек. Вот. Но муж ее, Валера, был невозможный красавец. Блондин, высокий, смуглый, глаза голубые, зубы белые, хотя без высшего образования. Между прочим, он ее сильно любил, и вовсе даже не только за гастроном. Но она все равно не верила своему счастью. «Сейчас-то пока ничего», думала она. «А лет через десять, а? Вот ведь доля наша баби». Поэтому она нашла каких-то мелких бандитов, чтобы они ночью влезли в дом и выбили Валерке глаз. Левый или правый, неважно, но один, конечно, не больше, за тысячу рублей, деньги вперед. Она рассуждала так. «Я его все равно люблю и до гроба любить буду, хоть лысого, хоть хромого, хоть одноглазого, а его такого уже никто не уведет». В общем, уехала она в командировку, а бандитам объяснила, где спальня, и окно оставила не заперто. Жили они в собственном доме. Ну, бандиты влезли в дом. Вошли в спальню на цыпочках. Видят. Спит молодой, красивый мужик, похрапывает, зубы белые блестят. Жалко стало. Но деньги-то взяли. Что делать? Хряснули ему по морде со всей силы, схватили часы и сахарницу и удрали. Галина Сергеевна приехала и так была ошарашена, что пожаловалась своему знакомому, начальнику районного отдела внутренних дел, чтобы он поймал и посадил этих бандитов. Бандитов он поймал по серебряной сахарнице и золотым часам. Они ее сдали, конечно. Так что ее тоже судили. Адвокат напирал, что это она от отчаянной поздней любви. Валерка плакал. Галочка, за что ты меня так? А она рыдала. Прости меня, солнышко. Он простил, но ей все равно дали два года в колонии-поселении. Валерка ездил к ней все время, передачи возил и поступил в вуз на заочную. Но она, когда вернулась, вышла замуж за того адвоката. Солидный пожилой мужчина, лысый, с палочкой, еврей, кандидат юридических наук. Восстановилась на работе, снова стала в полном порядке в смысле денег и связей. Правда, она Валерке зубы вставила за свой счет по высшему классу и платила ему 60 рублей в месяц, вроде как алименты. Но когда он получил диплом и женился, платить перестала. Это правильно. Милый мальчик, ты так весел. Проект. Карманов полгода честно делал проект, но его кинули. С особым цинизмом. Инвестор, оказывается, собрал по этому проекту две группы, чтобы посмотреть, у какой будет лучше получаться. Как бы не объявленный конкурс. За последний месяц, естественно, не заплатили. Инвестор прилетал из Франции на личном бизнес-джете, о чем сообщал, жалуясь на дороговизну жизни, и жил на Тверской в Карлтоне, где встречался с Кармановым в роскошном кафе. Задним числом особенно взбесил тот факт, что инвестор была женщина. Довольно красивая, кстати. Это было еще обиднее. «Сука подлая!» свирепо сказал Карманов сам себе и сплюнул на брусчатку у дверей Карлтона. «Это жизнь», ответил ему внутренний собеседник, как бы Карманов два, более гибкий и терпимый. «Возьмем тебя. Разве ты не стремишься к надежности? Разве ты не хотел бы гарантировать успех своего проекта? Мужик бы так никогда не сделал», оборвал его Карманов один. Но призадумался. Обиду, нанесенную на одной женщине легче всего выместить на другой женщине. Или даже на двух, трех, четырех. Тем более, что Карманов собирался жениться. Поэтому он с особым цинизмом завел четыре серьезных романа. Один, правда, тут же оборвался. Перед тем, как первый раз лечь в постель, она долго чистила зубы специальной ниткой. Карманов ждал-ждал ее голой у дверей ванной, а потом оделся и ушел. Осталось три. Две москвички и одна приезжая. Потом одна из москвичек устроила ему сцену. Либо бы муж и жена, либо как хочешь. Карманов улистил такой напор, но он еще не решил. Пытался поволынить, но она его выгнала, так что остались две. Карманов стал с ними жить вплотную. Формула была такая. Мы взрослые люди и должны проверить чувства в повседневном быту. Но мы пока не муж и жена, поэтому у меня могут быть свои дела от лучки и командировки. С москвичкой он жил на ее даче, а для приезжей снял квартирку. Они были чем-то похожи, внешне и даже немного по характеру, и ему нравилось искать в них тонкие различия, прислушиваясь к собственным чувствам. А сам он почти раздвоился. С приезжей жил грубоватый и прямой карманов один, а с москвичкой нежный и задумчивый карманов два. Было очень увлекательно. Но москвичка вдруг стала холодна и отрывиста. Тогда он обнял ее за плечи и сказал, Катя, выходи за меня замуж, я люблю тебя, по-настоящему люблю, он говорил чистую правду, у него даже голос задрожал. А как же Настя? спросила Катя. Какая Настя? помертвел карманов. Как, то есть какая? Катя даже руками всплеснула, а мы с Настей решили, что вам лучше с ней пожениться. У вас с ней как-то лучше получается, точно? А ты ее откуда знаешь? Мы же сестры, ты что, дурак? засмеялась Катя. Сказки братьев Гримм как на картине. Я гулял со своей сокурсницей вдоль ограды университета. Был вечер, шел легкий дождь, совсем стемнело, в черных лужах отражались окна, фонари и фары, как на картинах советских художников 70-х годов. Про такие картины на выставках говорили, смотри, наш проспект Вернадского, а это новый цирк, здорово, правда? Здорово, еще бы, прямо как в жизни, а вот и парень с девушкой идут под дождем, прямо как мы с Ларисой. Мы гуляли и разговаривали, у нас был тяжелый и прерывистый роман, но в этот раз мы не выясняли отношения, а просто болтали. Дождь пошел сильнее, Лариса была в сапогах, а я был в красивых бежевых ботинках с двойными пряжками. Их мама привезла папе из Голландии, папа их не носил, они ему были маловаты, а мне как раз. А ты ноги не промочишь, спросила она, а ты? У меня сапоги непромокаемые, сказала она, у меня тоже. Неправда, сказала она, вон как они потемнели, значит промокли, пошли к метро, поедешь домой. Что это ты такая заботливая, сказал я. А вдруг ты простудишься и заболеешь, сказала она. Заболею, юмору, засмеялся я. Умрешь еще ладно, сказала она. Хотя, конечно, жалко. А вот вдруг ты заболеешь тяжело. Что тогда, спросил я. Тяжело заболеешь, вздохнула она, и останешься инвалидом на всю жизнь. И я тогда выйду за тебя замуж. Она помолчала и добавила, потому что я тебя люблю. Это она первый раз мне сама сказала. До этого я ей объяснялся в любви, а она улыбалась и отвечала что-то вроде спешу вас заверить в нашей полной взаимности. Правда? Тихо спросил я и взял ее за руку. Да. Она высвободила пальцы. Я тебя люблю. Это во-первых. Но во-вторых, у меня в такой ситуации просто не будет выхода. Я ведь буду просто обязан выйти за тебя замуж, раз ты гулял со мной, простудился, заболел и стал инвалидом на всю жизнь. Я ведь хорошая девушка из хорошей семьи. Меня так воспитывали. Поэтому ты не поверишь, что я вышла за тебя замуж просто по любви. Поверю, честное слово, сказал я. «Это ты сейчас так говоришь», сказала она. «А потом ты будешь все сильнее думать, что я вышел за тебя из чувства долга и возненавидишь меня, а я возненавижу тебя за то, что ты так ответил на мою чистую жертвенную любовь. Наша жизнь превратится в ад. Потом я тебя отравлю, но меня изобличат и посадят в тюрьму, и наши дети останутся сиротами, так что иди к метро». «У нас будут дети?» засмеялся я. «Мальчик и девочка или два мальчика?» «Иди к метро», повторила она. «Пойдем вместе», сказал я. «Да идешь один», сказала она. Я повернулся и пошел. Ботинки, кстати, сильно промокли. Ресторанная критика «Вам кофе в постель или...» «В кафе заказываю обед. Нормальный полномасштабный обед, рюмка водки, салат, суп, второе, ну и кофе, конечно, захотелось пообедать по всем правилам». Официантка через полминуты приносит кофе. До всякого супа и даже до корзинки с хлебом. «Девушка, вы что? А что? Вы дома тоже так обедаете? Сначала кофе, потом щи? Я дома вообще не обедаю. А если вам кофе громко говорю я». Менеджер тут же подбегает. «Я уже к ней, к менеджеру женского пола, то есть, обращаюсь. У вас официантка пререкается с клиентом. Это неправильно, сделайте ей замечание, пожалуйста. А во-вторых, почему вы кофе приносите вперед супа? Ну, задумчиво, говорит менеджер, как-то так получается. Некоторые просят, знаете, с холода человек придет, ему хочется сразу горяченького кофе или чаю. Вот мы и приносим». «Не верю», говорю я. «Человек, если хочет обедать или ужинать, он сразу хочет горячего супа или сосисок с капустой». «Не знаю», говорит менеджер, «многие просят кофе сразу». «А может, это вы предлагаете кофе сразу?» «Оксана, унеси кофе», говорит менеджер, «извините». «Пожалуйста». Странная манера подавать или даже предлагать кофе перед едой. Но я вдруг вспомнил советские пансионаты. На обед полагался десерт. Очень часто это была тяжелая сладкая творожная запеканка, сделанная из остатков творога, подаваемого на завтрак. Так вот, когда отдыхающие приходили в столовую, она уже была на столах. Нагулявшие аппетит отдыхающие набрасывались на эту запеканку и довольно быстро утоляли голод. на этом фоне можно было несколько уменьшить порции. Нет, нет, конечно, я не обобщаю. Но что-то общее есть. Этнография и антропология. С этим у них прекрасно. У Петра Ниловича Демичева был самый длинный титул. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС, министр культуры СССР. Он был человек предельно искренний. Например, спектакли он принимал так. «Поздравляю вас, товарищи, с большим творческим успехом», говорил он. «Хорошая постановка. Мне нравится». Или наоборот. «Слабовато, слабовато. Мне не нравится». Но вообще он был человек тактичный. Однажды один известный советский режиссер был вызван к нему в ЦК. Приходит в приемную, а референт говорит, «Петр Нилович очень извиняется, у него срочная встреча с чехословацкими товарищами. Он примет вас через полчаса, а вы пока да хоть в буфет сходите, вот тут налево по коридору и до конца». Режиссер пошел в буфет, «А там чай, кофе, пирожные разные, а в уголке отдел полуфабрикатов, ну или кулинария, как ее там, и на витрине куры, парные, свежие, цена 30 копеек за килограмм». Ну, режиссер набрал их, сколько в портфель влезло. С трудом застегнул его, попил чаю и обратно к Демичеву. Как раз полчаса прошло. Сидит режиссер, беседует с товарищем Демичевым о современных пьесах и интерпретациях классики. Портфель рядом стоит, на полу. Вдруг щелчок. Замок у портфеля отскочил. Товарищ Демичев вытянул шею и посмотрел через стол. Видит, мягкие белорозовые куры лезут из портфеля наружу. Он тактично продолжает разговор, как ни в чем не бывало. Ибо воспитанный человек — это не тот, у кого курица не лезет из портфеля, а тот, который не замечает, как она лезет из портфеля его собеседника. Тем более, если собеседник известный советский режиссер. Режиссер тоже поначалу пытался сделать вид, что ничего не происходит. Но куры стали выпадать на пол на красивый циковский ковер. Кроме того, режиссер понял, что нельзя же будет их так оставить валяться. И он сказал, «Петр Нелыч, я тут зашел в Уфет, а там куры продаются такие хорошие, свежие, вот я купил домой, тем более, что они такие недорогие». «Да», кивнул товарищ Демичев, «С этим у нас неплохо». И они продолжали беседу о судьбах театра. «Да», « Grammy» «irstа». «The